приветствую вас дорогие друзья как и обещала постараюсь исправиться чтобы видео выходили чаще поэтому решила снимать хотя бы коротенькие видео одним кадром я поняла что вам нравятся мои видео в общем сегодня расскажу чем я сегодня занималась как быстро меняются планы когда живешь в частном доме сегодня вышла в огород зачем-то уже не помню по-моему зеленого лучка нарвать в салатик и увидела что яблоня наша очень хорошо опала и такие красивые яблочки лежат и я решила сделать сок вообще планы были заниматься сегодня в терраске окрашиванием стены из кирпичиков которую вот я буквально вчера выложила ну и в общем давайте расскажу что получилось из этой затеи сварить сок из нашей очень старой яблоньки давайте покажу вам какую я приобрела соковарку по весне покупала на озоне соковарка калитва полторы тысячи по моему отдавала сейчас не знаю сколько она стоит самая примитивная ну и наверное самая удобная я думаю что у многих такая штука есть ну или что-то подобное она состоит из трех емкости нижняя это собственно говоря кастрюля с крышкой сверху стоит резервуар в который попадает сок там такая дырка выходит пар но есть верхний верхний ярус это вот собственно говоря кастрюля дуршлаг куда мы выкладываем фрукты да можно в принципе таким образом и из овощей тоже сделать сок вот собрала я наши яблочки порезала и помыла сначала конечно и вот не очищенные прям с кожурой резала вот такими дольками и складывала вот в эту соковарку включила газ здесь есть конечно выход для сока и когда я ждала когда же пойдет сок то поняла что из наших яблок сока будет очень очень мало ну вот сколько набежала из двух ведер яблок ну вот сейчас я только вот эту часть загрузила не знаю здесь даже не полная кастрюля получилась думаю что немного сока будет из вот этого количества яблок в итоге я думаю что получится где-то ну литра два сока не больше представляете два литра сока из двух ведер яблок то есть я расстроилась думаю лучше бы я их посушила хотя честно говоря я не люблю сушеные яблоки но вот не люблю и все думаю ну зачем я буду делать то что я потом кушать не буду я не у меня они есть сушеные яблоки в общем никто сок конечно мы любим сок пьем в свое время когда я жила на украине у нас были яблони белый налив и вот из них сока я варила но там была соковыжималка электрическая не соковарка соковыжималка и помню столько было сока в общем это яблони наша не для сока для повидло для каких-то других целей но не для сока яблоки суховатые вкусные но суховатые вот и в общем друзья что я решила пришла на ум идея вот как бы куда же девать то что останется вот после того как здесь сок выпариться то есть останется какой-то жмых жмых из яблок и мне очень жалко его было выбрасывать вот собственно говоря эта масса которая остается после того как выпарился сок что я делаю здесь у меня дуршлаг у меня есть вот такая старая старая это наверное еще мамына картофели мак милка сейчас конечно такие не продают и я вот при помощи этой картофелем милки все это дело протру чтобы у меня получилось и чистое яблочное пюре без кожуры да еще с утра вот закрыла на полторы полтора литра вот такого томатного морса вот те помидоры черри доспели там еще у меня сливки были ну в общем это наверное последние баночки что связано с томатами и вот я протираю вот это все через сито и потом будем делать мармелад вот посмотрите что получается я застелила противень пергаментной бумагой и разложила вот эту вот ну вот это пюре яблочное включила духовку на 100 градусов чуть больше наверное 100 приблизительно до конца дверь не закрываю и на два часа вот это все будет сохнуть через два часа когда это все остынет я переверну этот противень при помощи другого противень а то ли то есть сверху положу и переверну но я думаю что вы поняли поняли чтобы поменять местами вверх и низ и опять на два часа поставлю это дело сушиться и друзья получится просто отличнейший мармелад потом это все режется на кусочки я куплю еще кокосовую стружку и получится типа что-то рахат лукума сейчас он прям слюни текут сейчас возникла такая идея можно в это пюре сразу положить грецкий орех подсушенный и все это дело перемешать и вот тогда у нас получится просто настоящий рахат лукум без крахмала без желатина без за всего ну это я так думаю вот поэтому вот такая идея если вам понравилось то есть мы сразу убиваем двух зайцев сразу у нас получается и немного сока и потом еще получается вот такой мармелад можно в сахаре потом обвалять в общем ну мне нравится очень кисленькая и как бы вот такие конфетки к чаю друзья вы такое нигде не купите здесь никакой химии все натуральное яблочки свои немного сахара я добавляла когда вот делала сок и духовку я до конца не закрываю чтобы больше выходил пар вот так вот подставляю варежку вот и она где-то там сантиметрик приоткрыто и таким образом выходит пар лишняя жидкость выходит и получается вот такой мармелад останется потом просто порезать его на кубики или ромбики валять либо в сахаре либо в сахарной пудре либо в кокосовой стружке а можно все сразу думаю что будет просто бомбический десерт теперь друзья хочу показать вам краску которой мы пользовались во первых хочу поблагодарить вас за ваши теплые комментарии после вчерашнего видео и там был вопрос покажите чем вы красили вот показываю вот такая краска читайте здесь fabitex по-моему так написано профи краска фасадная евро фасад силиконовая высокопрочная она идет белая и потом вы ее колеруете покупаете отдельно полеры вот такие я вам уже показывала те маленькие пюзеречки вот это колер бежевые вот это то что пока тот колер чем покрашены стены вот и второй колер коричневый в общем не пойду уже искать но в общем вы поняли вот такие небольшие пузырьки и это вот для того чтобы заколеровать вот эту белую краску очень хорошая краска очень хорошее качество и это наш российский производитель что еще больше радует она продается в разных объемах и по 5 литров и вот кило 800 здесь или два это вот на 20 метров квадратных но в общем я рекомендую очень хорошая красочка она на водной основе вот флаг яхтный о котором я вам говорила алкидно уритановый это вот тот лак который использую которым красятся яхты и я им покрывала плиточку чтобы она была крепкой и хорошо перезимовала сейчас покажу коричневую краску мне нужно пройти в сарай чтобы показать чем я красила двери и лёшек фронтоны вот эта краска это тоже фабрика тоже фаби фа форби текс форби текс до эмали алкидная pf ну там вот затертая 115 поверьте на слово это вот коричневая краска тоже очень хорошего качества покупал лёшек на зоне единственный недостаток ну тот продавец у которого мы покупали не заморачивается с упаковкой приходят помятые банки вот там лёшек и писал им комментарии что краска очень хорошая но пожалуйста как-то позаботьтесь о упаковке какую-то пупырчатую вот эту прокладку делать или какие-то коробки картонные но я не знаю но в общем видите вот такая помятая пришла причем и 1 и 2 банки первую банку купил лёшек литр килограмм 800 попробовали понравилось очень потом купил ведро 5 литров и ведро тоже пришло помятая вот она вот такого цвета вот я не знаю видно вам ну вот ну в общем темно темно коричневый вот такой вот покрашена дверь причем она и для дерева и для металла до дверь я красила вначале кисточкой потом обязательно валиком причем валик нужно выбрать хорошего качества потому что изнутри я покрасила валиком скажем плохого качества и придется перекрашивать так что друзья не жалейте сразу деньги на хороший валик чтобы потом не переделывать вот эта сторона мне очень нравится как покрашена внутри в общем не очень теперь друзья хочу ответить на один комментарий который давно уже мне поступил ну вот как-то я все время про него забывала расскажите о коммуналке о тарифах сколько вы платите за дом ну вот давайте считать значит интернет у меня стоит был 500 рублей с 1 октября подорожал на 100 рублей то есть 600 рублей без лимит высокоскоростной без телевидения я телевизор уже не смотрю более 20 лет в общем давайте считать по новым тарифам 600 рублей интернет теперь давайте идем по электричеству вот я вам показываю август 22 года это я уже оплатила значит получается объем я намотала 141 киловатт это с учетом того что работала электродуховка там стерилизовались банки то да сё вообще у меня идет где-то 100 киловатт в месяц но вот в связи с консервацией 141 получился значит за киловатт 4 рубля 25 копеек вот получилось 599 рублей ну будем считать 600 рублей за 141 киловатт это электричество итак газ 6 рублей 63 копейки это за куб значит заплатила я за август всего 132 рубля 60 копеек это получается если в долларах что там ну грубо говоря 2 доллара да вот ну понятно что это лето это отопление нет 132 рубля это здесь еще горячая вода потому что у нас двухконтурный котел и все это как бы обогревается котел греет воду то есть вот такой такая цена получается если зимой то получается где-то ну тысяча двести полторы тысячи в месяц это я имею ввиду в зимний период больше двух тысяч у меня не получалось вообще никогда даже в самые лютые морозы ну вот считайте 6 рублей 63 копейки стоит один куб кубометра газа так идем дальше вода 12 кубов я намотала потому что ну в общем кое-что поливалось еще в августе и август вообще был очень-очень жаркий такого августа вообще никогда не было шпулечка не началась еще шпулечка-мулечка вот в общем 12 кубов получилось 443 рубля 52 копейки один куб стоит вот 36 рублей 96 копеек но получается 37 рублей вот это стоит вода понятное дело что только холодная потому что горячую воду мне греет наш двухконтурный котел дальше платежка 125 86 это вывоз мусора у нас по улице стоят мусорные баки каждый день есть ездит мусоровоз и весь мусор собирает вот вот это постоянная величина константа до сто двадцать пять рублей восемьдесят шесть копеек за вывоз мусора ну вот и считайте где-то получается вместе с интернетом если брать если вообще все 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 то получается где-то около 1800 рублей я заплатила вот за август месяц ну вот дорогие друзья немножко с вами пообщалась я надеюсь что вам было интересно постараюсь такие коротенькие видео видео одного кадра снимать почаще извиняюсь за долгое отсутствие ну так уж случилось и настроение не было если честно но и работы было много посмотрите какая красивая картиночка на октябрь месяц где бы еще такой календарик купить как же мне нравится и каждый месяц меняется картина на нашей кухне все мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее коротенькое видео я вас обнимаю люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока